Наш мир полон чудесных мест. Скалы, озера, величественные водопады и сказочные пещеры, огнедышащие кратеры и бездонные провалы в океане. Однако природа наградила некоторые места загадками, которые человек не смог до сих пор разгадать. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о 10 невозможных с точки зрения науки местах, которые действительно существуют. Номер 10. Море звезд. Если Мальдивы до сих пор не кажутся вам волшебным райским уголком нашей планеты, советуем вам посетить их ночью, особенно острова Вадху. Его отличительная особенность – ярко светящиеся по ночам волны, набегающие на берег и оставляющие на песке сияющие звезды. Когда солнце садится, острова Вадху и окружающие их воды оказываются покрыты волшебным светящим голубоватым пигментом, от которого по ночам волны становятся неоновыми. Мельчайшие микроорганизмы – фитопланктон под названием динофлагелят, взаимодействуя с кислородом, начинает светиться при активном перемещении. По ночам светящиеся пляжи действительно напоминают звездное небо. Номер 9. Изогнутый лес. Иногда природа принимает странные формы. Более 400 сосен в лесу на северо-западе Польши на первый взгляд кажутся абсолютно обычными. Однако под пологом листвы скрываются их стволы, причудливо изогнутые словно в сказке. У всех деревьев одинаковый развернутый на север ровный изгиб прямо у корней. Феномен изогнутого леса до сих пор не смогли объяснить с точки зрения науки. Несмотря на причудливую форму корней деревьям, ничего не помешало достичь нормальной для сосен высоты. Некоторые ученые считают, что причиной этому стало какое-то повреждение сосен, когда они были еще ростками. Хотя все остальные деревья в этом лесу совершенно обычной формы. Деревья были посажены около 1930-х годов. И логично задать вопрос, почему о странности леса ничего не известно местному населению? Во время Второй мировой войны местные поселения были практически полностью уничтожены. Первые работы по восстановлению городов здесь начались только в 1970-х. В наши дни большое количество туристов приезжает в эту местность, чтобы насладиться видами природы и, возможно, разгадать загадку изогнутого леса. Номер 8. Слияние рек Рона и Арф Рона и Арф – две красивые реки, воды которых различаются по цвету. В определенном месте, а именно в Женеве, втором по популярности городе в Швейцарии, они встречаются и создают уникальное природное явление. Воды Роны – голубого цвета, а воды Арф – коричневого. Помимо цвета, реки также отличаются плотностью воды в своих течениях, поэтому даже в одном русле воды рек никогда не смешиваются полностью. Кроме того, Рона – одна из крупнейших рек Европы, берущая свое начало в вершинах Альп. А вот река Арф берет свое начало из ледников, расположенных в долине, откуда она вымывает больше пород. Река, образующаяся из двух, также называется Роной по названию Большей реки. Однако воды ее на всем протяжении остаются двухцветными. Подводная река Чувствуете что-то нелогичное? Вы не одни. Представьте, что вы погружаетесь в океан, чтобы отыскать в толще его вот реку. Именно этим занималась группа дайверов, обнаружившая необычное природное явление на дне Черного моря. Они нашли полноценную реку с изгибами, порогами и водопадами, которые так часто встречаются у наземных рек. И хотя река на дне Черного моря самая известная, существует также семь других подобных рек. Например, одна из них расположена у побережья Мексики. Город Близнецов Ученые, посетившие удаленной от цивилизации затерянный в тропиках городок Кодинхи, до сих пор ломают голову над загадкой города. Близнецов там рождается в шесть раз больше среднего. В деревне чуть больше двух тысяч семей, на которые приходится 220 пар двойняшек. Причем, по последним данным, там было зарегистрировано еще три случая рождения тройняшек. Только в 2018 году здесь родилось 15 пар близнецов. А будущие года, скорее всего, смогут побить этот рекорд. За последние пять лет в городке родилось около 60 пар близнецов, причем с каждым годом случаев становится все больше. Однако ученые до сих пор не могут найти причину этой аномалии. Ледяные пещеры Менденхол Эти пещеры, имеющие протяженность в 12 километров, расположены на леднике Менденхол, Аляска, недалеко от городка Джуно. 38 отдельных ледников разных размеров в этой области образуют своеобразную анфиладу, целый ледяной дворец, хотя снаружи местность ничем не примечательна. Однако, несмотря на невзрачную поверхность в глубине пещер, есть места, где турист может собственными глазами увидеть круговорот воды. Лед здесь тает, а растаявшая вода замерзает вновь в течение короткого времени, восстанавливая тем самым ледник изумительного ярко-синего цвета. Синий цвет стены ледника приобрели за счет замерзших в толще льда пузырьков воздуха, которые рассеивают все цвета солнечных лучей, кроме синего. Патомский кратер Геолог, изучавший горный массив в Иркутской области 65 лет назад, едва ли смог представить себе, что ему суждено обнаружить один из самых загадочных феноменов на планете. Кратер правильной формы, с выпуклым холмом по центру вершины, напоминающий орлиное гнездо с яйцом, и расположенный в глубине Сибири, был обнаружен в 1949 году. Причины образования подобного массива до сих пор неизвестны, хотя выдвигаются самые разные версии – от ядерного взрыва до секретного месторождения урана с шахтерами, заключенными из ГУЛАГа, и даже падения метеорита. Из кратера были взяты сотни образцов породы. Их анализ позволил опровергнуть версию о ядерном взрыве, так как радиационный фон кратера был низок. Также поблизости не было найдено следов урана. Даже несмотря на то, что вулкан – этот ненастоящий, его все равно можно назвать живым. Он постоянно меняет свою форму и высоту. Также побывавшие на нем сообщают, что весной деревья у кратера распускают почки быстрее обычного. Некоторые даже утверждают, что вблизи вулкана чувствуют странную усталость и апатию. В 2005 году один из участников экспедиции умер от сердечного приступа недалеко от Патомского кратера. Возможно, это было совпадение, но все же. Номер 3. Подводный водопад Водопады – одно из самых завораживающих, впечатляющих и романтичных проявлений природы. Однако можно пойти дальше – посетить подводный водопад. Такие чудеса существуют у берегов Африки и Северной Америки. Они создаются за счет силы течений, расположенных в тех местах. Впрочем, мы раскроем секрет такого уникального вида. На самом деле это всего лишь оптическая иллюзия. Такой обман зрения обусловлен природными ландшафтами, коралловыми рифами, отложениями ила и песка. Это все приводится в движение мощными подводными течениями, создавая потоки, вихревые струи и удивительные каскады фальшивого водопада. Эффект получается поистине потрясающим. Создается впечатление, что струи воды попадают в самую бездну Индийского океана. Саргасово море Каждое море на нашей планете полностью или почти полностью окружено сушей, кроме одного. В северной части Атлантического океана расположено море исключения из правила, названное в честь Саргасы – бурые водоросли, обильно населяющие воды этого моря. Саргасово море – это единственное в мире море без берегов. Ограничено оно четырьмя морскими течениями. На западе – гальфстримом, на севере – североатлантическим и на востоке – канарским, на юге – северным пассатным. И, наконец, на первом месте у нас Бермудский треугольник. Этот загадочный треугольник – область океана между Бермудскими островами, Флоридой и Пуэрто-Рико. Научного объяснения происходящим в этой области аномалиям пока что не найдено. Множество кораблей и вертолетов бесследно и необъяснимо исчезли в этом регионе. Многие даже считают эти исчезновения вмешательством сверхъестественных сил. Другие списывают все на человеческий фактор. Впервые эта область на юге США стала известна после того, как звено номер 19 армии США загадочно исчезло с радаров. Пилоты сообщали диспетчерам, что их магнитный компас вышел из строя, и они, предположительно, находятся недалеко от Флорида. Исчезновение звена из пяти торпедоносцев-бомбардировщиков дало основание полагать, что причиной возможного крушения стали магнитные аномалии в области треугольника. Христофор Колумб, проплывавший во время экспедиции этот регион, также отмечал в своих записях необычное поведение компаса в этих водах. Только вдумайтесь, более тысячи людей без вести пропали в Бермудском треугольнике за последние тысячу лет. Надеюсь, что вам было интересно, если так, то вы знаете, что делать. А именно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не врубайте, конечно же, этот колокольчик, чтобы не пропустить уже завтра ядерное и просто интереснейшее видео. Спасибо за просмотр. А также зацените несколько предыдущих выпусков. Субтитры создавал DimaTorzok